МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добавки или занятия физкультурой заслуживает отдельного упоминания. Какое оно счастливое детство! Об этом в новом выпуске программы «Городские хроники». Совсем недавно в школе номер 28 полностью отремонтировали пищеблок. Здесь заменили инженерные сети, уложили новый кафель, установили современную вентиляцию и оборудование. В стенах заведения учатся порядка 300 ребят, из них 270 питаются в столовой. Но небольшой коллектив поваров значительной нагрузки не ощущает с тех пор, как кухню обновили. И им работать удобнее и приятнее. И, наверное, любая хозяйка знает, что хорошая кухня и еда вкусная. Поэтому, если детишки едят хорошо в школе, то это и залог успехов учебы. С мнением депутата согласны и школьники. Ребята считают, чтобы сил хватило и на шалости, и на занятия, обедать в школе необходимо. К тому же блюда действительно вкусные. Борщ очень вкусный. Салатики там всякие непонятные. Очень вкусный. Кормят, вот, очень хорошие, как бы, вот, все вытирают, все делают. Вон, особенно вон та тоже. Очень прекрасные женщины. Готовят очень вкусно. В столовой больше всего нравится борщ. Борщ? Да, борщ. Борщец очень вкусный. Но не все ученики знают, что их любимые котлеты или рыбу везут в учреждение из Центра школьного питания. Сейчас Центр поставляет полуфабрикаты во все 50 школ города Мурманска. Если примерно на 1 сентября этого года у нас обучается в школе где-то чуть более 29 тысяч детей, то на питание стоит 26-27. Это все провалируется. В советские времена комбинат, а теперь Центр школьного питания, славился на всю страну своими высококачественными, свежими и вкусными блюдами. На какое-то время учреждение было закрыто. Вновь возродили его совсем недавно. Однако, по словам главы администрации Мурманска, сложнее всего было не отремонтировать цеха, а решить, что же будут есть дети. Очень долго мы решали, так скажем, психологические вопросы, которые у нас возникали с детьми и с родителями. Понятно, что ребенку оптимально гамбургер запить кока-колой и все это с чупа-чупсом, и тогда все это отлично. А мы перед собой ставили в первую очередь задачу калорийного, здорового и эффективного питания детей. Все продукты, которые поставляет Центр школьного питания, разогревают и готовят в условиях, соответствующих современным требованиям. К тому же обстановка на рабочем месте всегда благоприятно сказывается на сотрудниках. А есть блюда, сделанные с любовью, вкуснее и полезнее. Обновили пищеблок, а заодно и кровлю, фасады, медицинские кабинеты в 109-м детском саду Мурманска. В этом году учреждению исполнилось 55 лет. Этот небольшой и уютный садик на улице Свердлова посещают 98 малышей. Здесь функционирует пять групп, одна из которых особенная – компенсирующей направленности. Для детей с тяжелыми нарушениями речи. Справиться с проблемой и научиться говорить правильно. Деткам помогают профессиональные специалисты. В детском саду осуществляется медико-психолого-педагогическое сопровождение. В штате учреждения работают сотрудники, такие как логопед, учитель-логопед, учитель-педагог-психолог, музыкальный руководитель. Воспитатели подготовлены, специальную подготовку прошли в Истории развития образования. Чтобы малыши с удовольствием шли в детский сад и весь день проводили весело и интересно, группу выполнены в ярких цветах. Также здесь есть спортивный зал с инвентарем для самых маленьких и даже комната для релакса с кинетическим или, как его еще называют, космическим песком. Важность создания правильной атмосферы для полноценного детского развития подчеркивают и депутаты. Организовать среду здесь всегда бывает самым главным и самым важным в развитии наших детей. Ну а этот детский сад нам показывает, как пошагово сегодня детский сад превращается из взрослого детского сада, ему уже 55 лет, превращается в современный и молодой детский сад. В детском саду номер 109 в прошлом году также установили систему видеонаблюдения. План работы на следующий сезон составляется уже сейчас. Город уделяет очень большое внимание, в том числе и детским садам. И это мы увидели на месте. Сейчас идет формирование бюджета у нас, опять мы будем рассматривать те средства, которые будем закладывать на ремонт детских садов. Главный показатель успеха проделанной работы – улыбки счастливых малышей. А вот ребятам постарше, конечно, не до игр, особенно во время учебы. Но порезвиться можно в каникулы. В конце октября ученики получили неделю свободы. При этом многие предпочли дому – школьный лагерь. Спортивный праздник – лучшее начало осенней передышки, считают ребята из оздоровительного лагеря «Чемпион», открытого в период каникул на базе 20-й мурманской школы. По мнению школьников, активный отдых поможет не болеть во время долгой северной зимы и не засыпать на уроках в полярную ночь. В восьми образовательных учреждениях столицы Заполярье в осеннюю смену отдохнули 1100 юных мурманчан. Здесь у нас получают услуги по оздоровлению 160 ребятишек разного возраста. Начиная где-то с первого-второго класса и заканчивая ребятами, которые обучают в старших классах. Что очень приветствуется и что очень нам нравится. Потому что те программы, которые готовит каждое образовательное учреждение для детей во время их отдыха и оздоровления, они достаточно интересны. В лагерях, которые работают в городе каждые каникулы, дети находятся с половины девятого утра и до 14.30. Школьников ходят по экскурсиям, на соревнования и прогулки. Особое внимание оздоровительной смены сконцентрировано на питании. В рацион входят все сезонные фрукты и овощи. Посмотрев то питание, которое запланировано вот на эти дни, мы понимаем, что оно сбалансированное, витаминизированное. Думаю, за эти пять дней детки у нас окрепнут, наберутся здоровье на всю полярную ночь, которая будет впереди. Специалисты по воспитательной работе отмечают, большой плюс школьных лагерей в том, что дети, которые находятся в так называемой группе риска, проводят свое свободное время под присмотром. Меньше глупостей молодые люди будут совершать, когда после школы им будет не на что направить свою энергию. Даже если ребенок не ходит в секцию или кружок, заняться спортом он может рядом с домом. В этом году площадка с уличными тренажерами и зоной для игр появилась даже в таком сложном с точки зрения ландшафта микрорайоне улицы Северный проезд. То, что смогли сделать, это хорошо. Это уже, так скажем, 136 площадок у нас таких есть. Понятно, что она разновозрастная, здесь дети и, так скажем, раннего возраста, и постарше. Ну и потом на этих тренажерах же могут и взрослые заниматься. Поэтому, конечно, для вот этого микрорайона такой вот хороший, уверенный шаг вперед. В соответствии с планом строительства, объект поделен на две части. Одна для самых маленьких, а другая для ребят постарше. На площадке теперь установлены игровые и гимнастические комплексы, скамейка для пресса, турники и брусья. Да, нравится, круто, круто очень. Хорошие. На качелях нравятся. Очень хорошие качели. Я везде успела покататься и, да, буду часто ходить. Площадка вообще очень хорошая, мне нравятся качели, все прекрасное. Очень близко от дома, хочу сказать. Приходить буду сюда качаться, играть. Такой проект непростой. Тут скальный грунт и очень непростые были решения. Но, как видите, со всем справились. И сегодня открываем площадку. Безопасности на площадке городскими властями было уделено особое внимание. Помимо мягкого покрытия под ногами, рабочие установили по периметру заграждение, которое отделяет зону отдыха от проезжей части. Поэтому родители могут быть спокойны. Даже специально выбежать с корта на дорогу у ребят не получится. Что же касается впечатлений, то маленьким жителям столицы Заполярье все понравилось. И они с уверенностью могут сказать. Мы любим Мурманск! Любят Мурманск и воспитанники детского сада номер 122. Ведь их садик, комиссия муниципального конкурса, признала лучшим. Как соломинка, бусинка и чупа-чуп смогут помочь наладить речь, что такое технологии ТРИС и Воскобойникова, ответы на эти вопросы отлично знают маленькие воспитанники. Детский сад номер 122 действительно особенный. Здесь не просто уютно и тепло. Здесь малышам помогают справиться с недугами. Из 13 групп 5 для ребят с нарушениями зрения. Благодаря работе специалистов и занятиям на офтальмологических тренажёрах зрение удается скорректировать. И в большинстве случаев малыши вообще снимают очки. Мы увидели кабинет, такого мы в других садиках не видели, где специальная аппаратура, где работает врач, работает медсестра. И вот как говорила заведующая, что даже порой дети, посещая садик, вот эти занятия, у них даже зрение выравнивается и поднимается до единицы. Говорить правильно нужно с детства, считают логопеды. Для развития речи и интеллекта здесь применяют самые современные развивающие технологии. Помимо ноутбуков и другой электроники, в ход идут самые неожиданные средства. Мы стараемся использовать нетрадиционные формы обучения. И поэтому результаты у нас намного лучше и выше. Технические средства, ой, да всё, что под рукой. Даже соломинка съедобная, которая для артикуляции. Можно использовать чупа-чупс, можно использовать бусинку, ложечку можно использовать, облизывать. Даже блюдце со сгущённым молоком, это также будет прекрасный приём. Телиняня – это только одна из частей большой программы взаимодействия с родителями. Сообщая, эффект достигается намного быстрее. Мама и папа имеют доступ к общей обучающей системе, которую разработали и реализуют здесь. Именно благодаря ей из 32 выдающихся мурманских детских садов этот признан лучшим. Это система работы с семьёй, которая состоит из многих блоков. Это и родительская академия «Родители плюс», это и переговорная площадка обучения без ограничения, это и электронный консультант «Телиняня». То есть мы стараемся использовать как можно более современные и эффективные методы работы с родителями. Продумано всё, чтобы малыш не запнулся. Пороги и ступеньки раскрашены яркой краской. Игровые залы разделены на блоки – развивающие, тренирующие и для традиционных игр – куклы и машинки. По признанию родителей, утром дети с радостью идут в сад, а вечером не хотят уходить. Вопрос комфортного обучения детей дошкольного возраста, пожалуй, один из тех, которому уделяется максимум внимания. После посещения 46-го детского сада в жилом районе Росляково, можно смело сказать, руководство и коллектив учреждения успешно справляются с поставленной задачей и ребята с удовольствием проводят здесь своё время. Проверить всё вышесказанное приехали депутаты горсовета вместе с главой города Тамарой Прямиковой. Видно, что воспитатели, педагоги очень любят свою работу, очень любят друг друга, коллектив, я имею в виду, очень любят детей. И вот это выражается во всём, вот это в оформлении, о украшениях, оборудовании, в отношениях друг к другу. А самое главное – очень большая любовь к детям. Гостей маленькие мурманчане порадовали театральной зарисовкой. После представления для депутатов провели экскурсию. Новая мебель и сантехника, пластиковые окна. Современный медицинский кабинет – это только малая часть того, чем может похвастаться учреждение. Главное – образование, которое дают своим подопечным воспитателям. Здесь учат не только дисциплине, но и, например, садоводству. В теплице маленькие агрономы выращивают овощи, цветы и даже клубнику. Детский сад постоянно ведёт планомерную работу по направлению, вот мы работаем по познавательному развитию детей, по экологическому воспитанию. То есть, допустим, с 2002 года детский сад работает именно по экологическому образованию детей дошкольного возраста. Любовь к природе и крепкое здоровье – внегласный лозунг воспитателей. В преддверии полярной ночи в качестве биологически активной добавки к пище дети получают рыбий жир. По мнению экспертов, ненасыщенные жирные кислоты улучшают иммунитет, а соответственно и настроение маленьких воспитанников. Рыбий жир мы используем два раза в год, то есть это при вхождении в полярную ночь осенью и весной, да, и при выходе в полярную ночь. 46-й детский сад в Росляково перешел в муниципальную собственность столицы Заполярья в феврале 2015 года и автоматически попал под действие всех городских программ по модернизации дошкольных образовательных учреждений. Помимо этого, коллектив сада постоянно участвует в муниципальных и региональных, а также федеральных конкурсах. Учреждение не раз становилось лидером всероссийских конкурсов по охране труда. Так, в прошлом году детский сад занял восьмое место среди более чем 4000 образовательных учреждений России по итогам всероссийского конкурса на лучшую организацию работы в области условий и охраны труда.